еще в детстве это было мне 6 5 6 7 лет где-то 6 6 лет меня отец поставил на лыжи на коньки и вот я за ним ходил мы в лес прогуливались на лыжах я ходил за ним ходил 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 потом школе узнали что я ходил это уже в шестом классе было меня попросили на соревнованиях выступить я там выиграл в общем районные соревнования и как-то вот в общем отец можно сказать привил мне любовь к спорту юрий голуб паралимпийский чемпион уроженец глузко обладатель четырех медалей зимних паралимпийских игр 2018 года в корее золотой двухсеребряных и 1 бронзовый биатлоне и лыжных гонках так сложилось что когда я поступил в университет я поехал на лыжевальную трассу в минске веснянки катался там просто никого не трогал ко мне подъезжает человек мой нынешний тренер спросил я в очках был сразу заметил спросил где что и так вот завелся разговоры получилось что я вот здесь сижу сегодня мой девиз идти до конца то есть если ты взялся за какое-то дело то нужно его доводить до конца если не доводить до конца то смысл браться я могу просто одно сказать что допустим тем чем я занимаюсь вот бегаю гонки я тренируюсь я от этого получаю просто огромное удовольствие и как бы не было тяжело просто идешь вперед и в этом есть вот изюминка идея сама вот она мне очень нравится жизнь в линзах вообще у меня зрение с детства плохого с рождения и как бы я с этим уже очень всю свою жизнь живу я к этому привык и это уже как такая вот привычка которая просто у тебя в жизни присутствует так как никуда от этого не денешься и все мне комфортно даже с моим зрением но есть какие-то ограничения конечно но я привык и мне ничего не мешает с гайдом на трассе гайд он же спортсмен лидер скажем так мой сопровождающий так у меня плохое зрение эта особенность меня не такая реакция восприятие рельефа там повороты спуски например да то есть и как бы он вот ведет меня может указать куда допустим ехать я за ним постоянно за ним еду и все то есть он ведет все на контроль ему тоже нелегко приходится ему тоже нужно держать темп нагрузки выполнять какие-то чтобы как-то бежать то то есть это тоже работа и работа сложная манифест паралимпийцев допустим попал человек в аварию там ему ампутировали например ноги да он допустим не потерялся обратился куда надо и пошел сюда то есть занимается и работает и понимает что делать нечего больше и он работает да и он добивается каких-то успехов да есть такие которые не добиваются они все равно работает просто не только про спорт хочу это сказать может быть просто нашим примером паралимпийского спорта да мы можем показать что действительно возможности не ограничены и люди там которые сидят дома на коляске например тоже можно выехать куда-то пойти куда-то устроиться там какой-то ручной такой легкий трудом да то есть нельзя ограничиваться сидеть четырех стенах нужно искать для себя что-то и выходить вот мы все просто надеемся вот сейчас от всех паралимпийцев вот могу сказать что мы надеемся что мы служим для кого-то примером и если вот бывает приходят такие вот теплые слова когда люди реально благодарят что вот вы там выиграли вы боретесь и спасибо вам там да и нам это очень приятно слышать вообще за всю команду говорю да очень приятно слышать что действительно мы какой-то пример то же самое вот я после кореи когда прилетел я тренировался на лыжевой трассе на веснянке там еще снег лежал и тоже мне некоторые телеканалы задавали вопрос вот вот вы приехали вроде с игр до отдыхать надо там мне то я вот на тренировку пришел да я пришел на тренировку мне просто хочется покататься отдохнуть активно да и может быть просто мой вот это что я делаю для кого-то примером будет кто-то возьмет лыжи тоже придет сюда кататься это тоже очень многого стоит когда люди массово занимаются спортом это это очень приятно это во-первых развитие спорта в стране тогда идет если поднимется массовость поэтому я надеюсь что мы служим для кого-то примером не только в спорте родные люди да наверное поддержка родных вот это на самое такое главное когда тебе родители бабушки дедушки там все все это как бы вся семья говорит какие-то теплые слова в поддержку ты просто понимаешь что ты не только для себя стараешься мой глузг да я вообще дома все люблю на самом деле и родную школу и наши улицы природу я свою люблю как ни странно окрестностей там практически все бегал я постоянно бегаю там да то есть нас да чистенько аккуратненько все равно везде свои особенности поэтому мне он просто малая родина которая на которой всегда хочется приехать и вернуть райцентр глузг родина юрия и родная школа номер два в этой школе недавно отпраздновали сразу несколько событий и успех юрия голуба на паралимпийских играх кореи и пятилетие окончанием школы несмотря на тренировки и кучу мероприятий паралимпиец приехал в родные места вечер встреч школе освещала губская районная газета родима там были родители юрия отец музыканта аккомпаниатор в доме культуры мама продавец кассир магазине чемпион передал школьный музей на память свой победный номер бип и в ответ на поздравление и теплые слова сделал еще один подарок сыграл на гитаре еще в детстве тоже меня отец баянист естественно я тоже захотел играть на баяне в детстве меня мама отдала музыкальную школу я ее закончил потом взял гитару у меня отец и на гитаре играет потом я взял гитару естественно начал играть мне это начал нравиться какие-то гитары были у меня потом я начал этим все более более увлеченно заниматься и также спорт и музыка я-то совместил вот и такое на самое важное увлечение после спорта спорта на профессиональная деятельность на музыка вот этот в душе скажем так и сейчас вот у меня уже небольшая скажем так коллекция гитар меня надо посчитать сейчас посчитаю у меня 5 электрогитар две акустические и укулеле после гонки забыть о ней знаете после гонок вот допустим на играх было у нас гонки очень много подряд гонок было и получается что мы допустим вот медаль сегодня выиграли например вечером съездили наградили приехали потом назад в деревню да там какие-то команды этом мероприятии там но поздравили там все и ты идешь отдыхать ложится потому что завтра снова гонку бежать то есть это вот немножко такое небольшое время когда ты ощущаешь это вот то что ты выиграл сегодня или все ты просто это вечером немножко насладился этим и всего спрятал медаль и готовишься на завтра ложишься спать отдыхаешь и завтра встаешь уже как бы с мыслями на новую гонку и об этой уже не думаешь если просто думать то что ты там уже что-то выиграл там и так далее дальше ничего не будет просто это уже история корея воспоминаниях до корея на самом деле очень такая продвинутая страна там ездят интересные машины например хунда и киа вот две марки да у них это как бы самая популярная машина но там такие машины у нас таких не увидишь просто то есть там они есть и премиум класса там хунда и там киа там то есть ну очень хорошие дороги дороги там просто вообще самый наверно лучший где был ну и так вообще местность сама такая интересно то есть такие где-то и степи есть где-то такие небольшие горы то есть море там у них есть ташка вокруг погода очень может капризничать потому что ветра задувают получается что может и дождь пригнать и особенно в такие переходные периоды там где зима весна вот так вот у нас было как бы и дождь был и солнце было и мороз был то есть ну вот так менялась очень быстро все а так вообще что запомнилось вот это даже не знаю как бы просто все так перед глазами стоит вот да все там и как мы на стадион там ездили да там и мы на экскурсию нас один раз вывозили там на море там по культуре их на немножко там в ресторане корейской кухни там немножко поели там еда такая специфическая острая там да нет диете любимое блюдо драники с мясом вообще когда допустим подготовительный соревновательный период там то есть придерживался какого-то питания то есть но она полноценна там как и обычно там допустим на на завтрак там ну кто-то кашу есть я кашу не ем не вот я не могу есть не идет то есть какой-то бутерброд делаешь чай там да может какой-то фрукт съесть банан например обед он стандартный там обычный суп там макароны из конца котлеты или с мясом каким-то салат понятно что салат без майонеза то есть но такие вот особенности питания практически ничем отличается просто придерживаешься каких-то вот более более здорового скан так просто полноценное питание самая длинная дистанция дистанция сама длинная у меня пока что было 35 километров ну это еще не так уж и много на самом деле допустим нас есть марафоны 50 километров и 60 90 есть ну вообще в лыжах можно это уже серия вот такая есть марафоновский classic проводят там очень большие есть марафоны но мы пока туда не лезем а вообще как бы я хочу пробежать марафон 50 километров но пока что я еще не готов бежать его поэтому все впереди я болельщик да я люблю смотреть велоспорт я люблю лыжные гонки велоспорте честно говоря каждый раз болеешь за разного не за того кто выигрывает она ну смотришь кто едет там пилотоне например о вот этого знаю надо за него болеть неважно выиграет он не выиграет но все равно просто смотришь вот за вообще я болею за команду sky там вася кириенко нашего за него болею мне нравится как он разделки ездит в лыжных гонках лыжные гонки вообще люблю смотреть там наверно вот этот сезон который был очень болел за федерико пеллегрина итальянца ну конечно на играх когда были игры мы за наших болели в лыжных гонках потому что нас ребята тоже боролись и конечно не так как хотелось они места занимали но я знаю просто как они все работали и звезды скажем так не сошлись и мы тоже сидели болели смотрели за ними биатлон тоже смотрели у меня вот в этих видах циклических практически везде есть какие-то люди за которых я могу болеть спортивная звезда ну у нас есть даша дом врачу я еще в детстве когда учился в школе очень сильно за нее болел и бывало такое что даже с уроков убегал чтобы посмотреть гонку там бывают такие этапы где гонка днем там в одиннадцать-двенадцать часов дня а там еще уроки там 6 47 уроков я у нее без разницы рюкзак взял пошел домой биатлон смотри и все как бы вот даша наверное стала таким кумиром из детства наверное еще который действительно вот ну как из детства из на нас то старшая школа вот когда старшей школе уже был и университет тот юноша скажем так вот пример был просто потрясающий и мы отходили к нашему президенту опять же были биатлонистки наши и мы паралимпийцы и мы с дашей побеседовали ее поблагодарил конечно это что она является для нас примером и можно сказать вот это вот рвение такое было у меня я хотела тоже я видел как она поднималась на пьедестал все вот это ну повлияло на самом деле на пьедестале она то трогательно когда гимн играет но стараешься сдерживаться на самом деле но честно говоря гимн петь на пьедестале это это того стоит это такое чувство непередаваемое просто может быть вообще один раз двух но это здорово даже когда вот на новый год куранты пробили гимн играет как-то вот представляешь уже как это будет вот надо вот это сделать и стремишься к этому это кого-то одна из может целей была и она остается целью вот стоять на первом месте и смотреть поднимать флаг и петь гимн что дальше лет до 35 точно можно бегать вообще в будущем как судьба направить так же как у меня был допустим детский выбор спорт музыка это было два таких увлечения я что-то хотел община инженера сюда могилев поступать в белорусско-российский университет потом я одумался мне все горит да какой-то инженер но это тебе не надо хотя она с математикой все было нормально с физикой и как бы я одумался и судьба направила в спорт я ну так просто вот перед фактом практически так получилось вот я думаю что положусь на судьбу как как будет загадывать я не могу я даже не знаю что завтра поэтому как будет а мечта не переставайте мечтать верьте в себя идите к своей цели до конца как бы не было трудно это вот у меня такое скажем так стандартное пожелание но я его всем желаю от всей души и